Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня с вами четверг, недельная глава НАСО, самая большая глава в Торе. Она не зря идет сразу после шабуата, но об этом мы успеем поговорить, наверное, завтра, а сегодня о другом. В каждом слове, которое есть в Торе, мы должны что-то видеть, из чего учиться. Например, в наших недельных главе есть потрясающие слова «Озарит тебя Бог лицом своим и помилует тебя в благословении». Как можно, например, уподобиться Богу, исходя из этого, скажем, стиха, повторяя «Озарит тебя Бог лицом своим и помилует тебя». Шамай сказал «Принимай каждого с приветливым выражением лица» в трактате Перкеявода. Это можно разделить на три части. Первое. Минимум, что надо сделать, повернуться лицом к человеку, смотреть ему в лицо, а не приветствовать его «прохвилем». Когда близкие даже люди, отец, жена, все заходят в комнату, поверните, что написано в книгах наших, и полностью поверните своим лицом. Мало обратиться к человеку с лицом каменным, покажите интерес к нему, улыбнитесь. Если у вас плохое настроение, не показывайте этого. Третье. Это лицо должно быть приятным и приветливым. Бог воздает человеку мера за меру написано в трактате Сата. Поэтому, когда говорится «Озарит своим лицом то, чье лицо сияет для другого», когда вы вот улыбаетесь кому-то, да, обязательно это вернется к вам. Еще говорил Раби Матия, сын Хараша, такой был, опять я вам цитирую все. Первым приветствую каждого человека. По разным причинам человек может колебаться, приветствовать ему первым или нет. Одни считают, что они достойны, там, я знаю, они выше. Другие боятся из-за неуверенности, что ответом на их дружелюбие будет какое-то там, ну, я знаю, ледяное молчание. Но независимо от причин, так нельзя поступать. Всегда надо приветствовать первым. Талмуд в трактате Брахот говорит, что никому не удавалось поздороваться с Ехананом Бензакаем, первым даже язычнику на базаре. Это правило особо важно при встрече с тем, кто настроен враждебно против тебя или просто не в лучших отношениях. Сердечное приветствие всегда смягчает враждебность, даже если кажется, что оно не произвело впечатления. Оно разрушает стену непонимания, которое разделяет людей. Нет силы, которая сравнилась бы с улыбкой по способности разрушать ледяную стену. Нет такого в мире. Улыбка это все. Вот так вот берешь и улыбаешься, даже когда не нравится. А Рон первосвященник дружеским приветствиям побуждал людей вообще раскаиваться. Если вы встретите двух людей, один из которых одет богато, а другой бедно, и первым приветствуете того, кто одет богато более, это же не так, не первым, а с большим энтузиазмом, то вы виновны в фальше. Выходит, вы приветствуете не человека, а его одежду. Есть ответственность, даже обязанность такая, отвечать на приветствие. И когда вы это не делаете, вы виноваты в воровстве. Вы видите, с одной фразой мы с вами легко выучили какую-то уже одну вещь. Чтобы правильно испытать человека, идем дальше. Ему ежедневно посылаются всякие сложности и испытания. Какая цель испытаний? Здесь глубокая цель. Испытания помогают человека преодолевать свои естественные возможности. В этом отношении, вот таком парадоксальном отношении к испытаниям, когда мы отважно ввязываемся в бой, но при этом твердо знаем, что победа будет присуждена только богу, раскрывается его присутствие в нашем мире и в нашей жизни. Что возможно и что невозможно, это не наше дело. Вот был такой раби Сим Хазисал из Кельма, он говорил, не спрашивайте, что возможно, возможно ли это дело. Спросите только, нужно оно или нет. Спроси нужно, и надо делать. Мы должны стремиться именно к такому партнерству с Богом, чтобы в свою очередь приблизить его к нам. И эта цель самая важная в жизни. Он наверху лучше знает тебя и знает, что тебе лучше. Ты родился не самым здоровым, слава богу. Он знает, что тебе лучше. Не самым красивым, слава богу, он знает, что тебе лучше. В бедной семье, слава богу. И это к лучшему. Он выбрал для тебя такой путь, который правильен с точки зрения внутренних струн твоей души, для того, чтобы тебе пройти этот путь. Если научишься радоваться любому данному пути Богом, тебя ждет то, что называют люди счастьем. Все происходящее с человеком не случайно и имеет глубокий смысл. И рядовые события, и радости, и беды в нашей земной жизни, это урок и испытание, который дает нам Всевышний. От того, как мы его воспринимаем и выдерживаем ли эти уроки, зависит наш духовный рост и наша жизнь в бесконечном будущем мире. Борьба со злом, когда это необходимо, это тоже благородное дело в нашем мире, но не в этом цель нашей жизни. Ребе сказал, наша задача принести больше света, и на этом лучше сосредоточиться. И надо запомнить одно, человек сам готовится в свою судьбу, сам создает судьбу, сам готовит в свой будущий мир, но только если он идет путем веры. Брахава от флаха всего самого-самого лучшего.